Другим темам важные вопросы, волнующие бизнес сообщества и миллионы граждан, обсуждали сегодня в Кремле на встрече Владимира Путина с главой деловой России Алексеем Репиком. В частности, зашел разговор о долевом строительстве. Президент заявил о необходимости перехода к современному рыночному регулированию в этой сфере. Меры поддержки обсудят с правительством. По словам Владимира Путина, в России действует свыше одного миллиона договоров о долевом строительстве, общим объемом почти 3,5 триллиона рублей. И не всегда эти средства эффективно используются застройщиками. Также сегодня на встрече коснулись и темы господдержки. Деловая Россия одна из наиболее авторитетных организаций, объединяющих предпринимателей. Какие ожидания есть у ваших коллег в отношениях с органами власти, это было бы полезно и интересно. Мы с вами в постоянном контакте, но тем не менее всегда возникают какие-то вопросы наиболее актуальные, наиболее важные на данный момент. Деловая Россия проработала целый набор инициатив, и об этом говорит бизнес сейчас все громче и громче. Это предсказуемость, предсказуемость условий ведения бизнеса, но и в том числе предсказуемость такой важной меры, как государственная поддержка. Наверное, больше всего активность проявляли представители строительного сектора. Все так нелегко переживают переход на новую форму финансирования, уход от долевого финансирования к проектному. В этом контакте, но одной из важных для них мер является возможность учитывать в составе расходов своих объектов инфраструктуры, безвозмездно передаваемые государству. Согласен с вами в том, что если государство обещает какую-то поддержку, то оно должно свои обещания выполнять. Иначе мы ставим бизнес в очень сложные условия. Что касается другой важной темы строительства, нам нужно добиться того, чтобы у нас не было серьезных сбоев в объемах строительства. Это задача номер один. В то же время нам нужно обеспечить, безусловно, интересы граждан, которые не должны страдать от различных схем или даже от отсутствия таковых, но от того, с чем связаны риски долевого строительства. Здесь тоже важна поддержка государства. Здесь нужны понятные прозрачные процедуры, объемы этой поддержки должны быть понятны и способы ее доведения до отрасли. Об этом, надеюсь, еще предстоит серьезный разговор с правительством, но я хочу, чтобы вы знали, я настроен именно на такую совместную работу.